Всем привет, друзья! Сегодня по миру Коска проведу вас я. Лена осталась дома с Мией. Ульяна поехала с дедушкой, поэтому сегодня на закупке буду только я. Постараемся купить все самое лучшее и полезное, и практичное. В принципе, мы все еще остаемся в рамках бюджета. У нас приближается дата заселения в новый дом, подписание документов окончательно. Так что поехали! Так, значит, начну я видео с перчаток. Они как раз попались по пути. Три пачки у меня уже есть, по 10 пар в пачке. Сейчас на них скидка 4 доллара. На прошлой неделе я как-то не заметил, прошел мимо. Но в этот раз мимо уже не пройду. Надолго их хватает. В среднем где-то у меня уходит полторы недели на них. На одну пару. То есть, в принципе, я думаю, на год у меня уже запаса будет. С такими перчатками хорошие. Немного, конечно, потеет, можно так сказать, руки. Но буквально быстро адаптируется и все. День-два и, в принципе, нормально. Мы в нашумевшей рубрике «Хлеб с Антоном». Значит, в прошлый раз я взял вот такой вот хлеб. Цена его 10 долларов, как видите. Это цельнозерновой. Лене он не понравился. Но он был на скидке, поэтому я его прихватил. На данный момент я возьму такой, который нравится ей. С семенами и зернами. Тоже 10 долларов. Это одной и той же фирмы. Но он вкусный. Вкусный для Лены. Для меня, в принципе, все равно такой хлеб. Мне больше понравился другой. На кето-диете основанный. Поэтому... Но ем я и такой тоже. Значит, Лене он понравился. Я его и взял. Значит, рубрика «Сладости». Кто помнит, в прошлый раз мы с Ульяной набрали кексов. Взяли и шоколадных, и с шоколадными чипсами. Так вот, Лена нас чуть не выгнала с дома. Сказала, зачем вы набрали столько кексов. Никто их не ест. Ульяна, значит, их захотела. А в итоге кексы ем только я. Значит, у нас еще осталась одна пачка. Поэтому на этот раз мы проходим мимо. Из мяса выбор сегодня упал на куриные бедрышки. Значит, кусок свинины у нас есть. Фарш индюшачий есть. Фарш свинины есть. Или свинячий. Свинячий фарш. Так, выбираем пачку, берем курица. Еще более-менее в цене держится. 7,50 за килограмм. Здесь 3,5 килограмма. 26 долларов, соответственно. Увесистая. Ну и посмотрим, что там. Может, рыбный какой-то продукт. Так, из рыбы стандартно мы возьмем форель. Несколько небольших кусочков. Не знаю, что Лена с ними будет делать. Или суп, или засолит. И будет у нас рыбийный суп. Или рыбячий. Рыбячий. Или рыбный. Меня, как всегда, поправят. Что, в принципе, нормально. Значит, что у нас тут еще есть с рыбой? Дорадо. Дорадо мы пробовали. Дорого. Сибас нам понравился очень. Тоже дорого. В принципе, цены пока еще остались те же. Особо не подскочили. Ждем, ждем. С дня на день. Будем мониторить и смотреть. Креветки до сих пор на нас смотрят. Такими большими глазами. Просят, возьми меня, возьми. Но не сегодня. Простите, друзья. Не сегодня. Значит, после пятиминутного хождения по магазину Антон устал. Решил присесть на таком вот мягком уголке. Уголку. В уголке. Уголок у нас стоит всего ничего. 1900 долларов. Значит, угловой диван. Пуфик. Два кресла. Или два кресла отдельно, возможно. Да, не похоже. Да, только угловой диван и пуфик. Два кресла поставили так. Для красоты я вам сейчас покажу. И столик. Угловой у нас диван. Пуфик. Моя тачка стоит. Как вы видите, она еще пустая. Я так и сказал. Пять минут шествия по магазину. Вот, значит, да. Отдохнем мы тут, почилим. Посмотрим, что вокруг. В магазин я приехал сегодня пораньше. Людей поменьше. Ну, не буду вас томить. Пошел я показывать дальше продукты, которые мы сегодня здесь купим. Итак, мы в отделе сыра. Скажем все привет нашему любимому сыру. Вернее, Леннену. Возьму я моцареллу свежую. Как всегда. Стоимость ее 8,90. В прошлый раз я взял дублинир. И, блин, поспешил. Поспешил, друзья, потому что сейчас 2 доллара на него скидка. Ёлки-палки. Может быть, стоит принести. И сделать price adjustment. Это значит, можно вернуть. И 2 доллара мне капнет прямо на карточку. Шутка, как вы поняли. Шутка от Антона. Кто прослушал фразу шутка, воспримет все всерьез. Ну, что ж, значит, будем сегодня тоже серьезными с долей шутки. Все, значит, с сыром, я думаю, мы заканчиваем. Вроде бы больше нам ничего не надо. Так, смотрим, что нам пишет Лена. Был еще одна штука. Лена нам ничего не пишет. Все, продолжаем наше путешествие в мире кост. Ну, что ж, привет. И картошка. Тоже номинант в нашу корзину. Более-менее свежая, хорошая. 7 долларов. Сейчас я вам покажу еще эконом-вариант красной картошки за 2.50. Вот такая вот будет поменьше. А я планирую еще взять молодую картошку за 7 долларов. Мы ее быстренько запечем. Запекем. 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 Отправится она у нас в духовку. Будет вкусный ужин. Также отправится в нашу корзину и перец. Sweet Pointed. Ой, что это такое? Он уже замариновался здесь в пакете. Вот так вот. Sweet Pointed за 7.50. Продукт Канады. Не знал, что у нас в Канаде перец выращивают. На фермах. Но очень вкусно. Значит, проходил я мимо. Смотрю, сыр есть фета греческий по скидке. Делина скидки. 12 долларов. 3 доллара скидка. Быстренько я написал Лене на долина. Потому что мы часто ложим в салаты. Лена мне написала нет. И о боге, я нашел оптимальное решение. Я нашел сосиски с фетой и шпинатом. Они уже 3 недели тоже по скидке. Цена на них 12.50. 3.50 долларов скидки. Ну что ж, поможем распродать тогда этот продукт. Возьмем его с собой. Итак, в холодильнике. Значит, Лена попросила шпи спаржи. Возьму пакет за 9 долларов. Тоже в нашу корзину. У нас была маринованная. Маринованная тоже неплохая. Но почему-то ее очень-очень медленно все едят. Хотя всем вначале понравилось, когда все пробовали. Было вкусно. Так, у нас черника вроде бы еще есть. Малина, клубника. На меня тут закидали камень. И ты что, там нельзя. Там уже груди в форме. Вдруг, что, как. Ну, я и не брал, в принципе, в прошлый раз. Но почему-то реакция оказалась обратной. Поэтому пройдем мы на этот раз мимо. И так, время туалетной бумаги. 23 доллара за такую пачку премиум. 40 рулонов по 250 бумажек в каждом рулоне. Представляете? Каждый рулон. Написано премиум. Сделано в Канаде. Двух какое-то ярусное покрытие. По идее, должно все быть классно. Отправляются наши корзины. Есть еще от Кирклана. От Кирклана нам тоже как-то так не очень понравился. Хотя, то же самое вроде бы все. Тоже двухъярусное. И мягкое, и быстро поглощающее. Возвращающее вообще. Прямо всякие технологии. Еще у нас что есть? Еще у нас есть такое от Кирклана. Ага, это полотенце. Полотенце у нас есть. Вот полотенце от Кирклана нам тоже как-то не понравилось. Хотя они вроде и написаны, и крепкие, и прям впитывающие. Но что-то вот. Я не помню. Лена мне там объясняла технологии и все такое. Почему? Значит, по многочисленным советам. Лене советовали пить молоко с чаем побольше. Поэтому берем вот такое вот молоко. Это овсяное. Правильно? Это что ли молоко? Я не вижу слова milk. Так, ищем. Ага. Авичинал оуд. Ёлки-палки. Точно ли это молоко? Идет такая музыкальная пауза сейчас. Да. О, ага, напиток. Вот. Вот мы и нашли его. Это не чисто молоко, это напиток. Ну, а Лена его добавляет в чай. И вроде бы как бы хорошо и полезно. И вроде бы ей нравится. И молоко прибывает. Спасибо всем за советы. Так, у нас здесь, смотрите, куча всяких микроэлементов. Даже клетчатка есть, сахара мало, тоже хорошо, жиры. Все отлично. Так, настало время несоленого масла. Цена 4,99. Скорее всего поднялась на приблизительно на 50 центов, я так думаю. Потому что было дешевле, это точно. Но, так как мы его не едим прям пачками, в принципе, тоже хорошо. В основном у него, как я и говорил, ем и ян, иногда лена. Но этот продукт, скорее всего, для меня продукты из моего детства. Печенька и масло. Ну, и настало время баварских сосисок. Значит, здесь получается 1,35 кг. Это продукт, скорее всего, из раздела про запас. Итого у нас есть сосиски, сосиски, картошка, курица, рыба. Ого, у нас сегодня мясная такая будет закупка. Значит, цена их была 16 долларов. Скидка 4 доллара, довольно-таки неплохо. Значит, пришло время и овсянки. Блин, и как всегда, по скидке. Было 10 долларов, сейчас 7,50. Я еще смотрел на прошли недели, думаю, взять, запастись. Потом прошел мимо, потом думаю, блин, почему я не взял. Получается, у нас уже оно расходуется. То, в принципе, до сих пор на свитке, значит, пойдет нашу картину. Пополняшка такая будет. Раздел пополняшка продуктов. Так, что у нас здесь есть еще? Всякие. Так, печеньки мы проходим мимо. Значит, спросите вы, ни слова про Ульяну не сказал. Ничего я вообще не взял, подлец. У Ульяны все есть. Мы купили много сладостей и на прошлой неделе, и такая коробка у нас есть, и соки в школу у нее есть. То есть на этой неделе практически ей ничего и не надо. В школу она берет и пиццу, и у нее есть хот-ланчи специальные, которые мы заказываем раз в две недели. Вкусняшек дома у нее хватает, тем более она сегодня еще поехала с дедушкой, еще наест кучу вкусняшек. Поэтому, друзья, вот так вот. Что здесь? Орео. Соки. Когда-то мы купили пачку, до сих пор лежит. Съела пару штук и все. Фрукты в соке, точно вот. Так, стою я перед мусорными пакетами и не могу понять, в чем отличие фиолетовых от синих. Значит, и там, и там водонепроникающие. И там, и там с завязками. И что там? Здесь только пахучие, а здесь не пахучие. Оба идут на 49 литров в пачке по 200 мусорных пакетов. В Walmart мы где-то покупали, тогда же в Walmart, возьмем в долларами. Мы недавно брали 10 пакетов 2.50. То есть, получится 100 пакетов 25, если так брать, а 200, так вообще все 50 долларов. Значит, у нас это сегодня раздел продукты, вещи, которые мы берем первый раз в КОСКО, назовем так. И это будут вот такие мусорные пакеты для кухни. Потому что, когда мы переедем в дом, мы уже будем покупать и большие пакеты на улицу для больших емкостей, контейнеров. Значит, 200 пакетов, я думаю, хватит надолго. Цена хорошая, 26 долларов, 13 центов за один пакет. Когда мы будем в Walmart, мы тоже сравним. Вот, поэтому берем, тестируем сразу 200 пакетов. О, еще и тяжеленькие. Ну что ж, друзья, наконец-то наша закупка подошла к концу. Вернее, моя закупка, потому что я был сегодня один. Я надеюсь, я справился. Надеюсь, вам было так же приятно смотреть. Не скучно. Пытался я разбавить немного этот такой рутинный поход в КОСКО, в мир КОСКО. КОСТКО. Надо же еще правильно выговаривать, а то вдруг тут кто-то напишет. Не КОСКО, а КОСТКО. Так, да. Ну, это все так. Отступление. Счет наш составил. 211 долларов. Немножко, как бы, в принципе, в бюджете. Была так же рубрика первые... Как они... Как же я ее там назвал? Уже и забыл к концу видео. Не продукты, а вещи, не вещи, а... Короче, не важно, да. Что-то купили в первый раз попробовать. Поэтому посмотрим. Все, мчусь я к своим любимым. Значит, да, посмотрим, как они там без меня справляются. Погода у нас сегодня супер. Возможно, пойдем погуляем. Но, конечно, да. Все, всем спасибо, кто досмотрел до конца. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok